Глубоко уважаемая Замира Ахмедовна, глубоко уважаемый Евгений Алхамо Церенович, огромное спасибо за эту сессию, потому что действительно это очень важно. Во-первых, очень почетно участвовать в форуме «Белые ночи», а во-вторых, очень важно действительно разговаривать о заболеваниях слюных желез, о которых, пожалуй, незаслуженно забывают на сегодняшний момент, поскольку патология достаточно редкая. Я не буду повторяться об эпидемиологии, но несмотря на то, что мы имеем дело, в общем-то, с эндолентным заболеванием, которое достаточно редко встречается, медленно течет в большинстве своих случаев, к сожалению, злокачественные формы опухоли слюных желез имеют достаточно высокий риск именно к отдаленному метастазированию, и, как правило, это метастазирование манифестирует с метастазов легкие. Поэтому очевидна необходимость, собственно, проведения системных методов лечения как первично диссеминированных форм, так и диссеминированных форм, которые возникают после проведенного радикального лечения. Вопрос возникает всегда, есть ли место хирургии, если мы имеем дело с первичным метастатическим раком слюных желез. И, конечно, однозначного ответа на это нет, но, тем не менее, есть неплохой обзор, который нам позволяет задуматься о том, что место хирургии все-таки есть, а именно вопрос об удалении первичного опухолевого очага, локализующегося в области слюной железы. И те исследования, которые у нас на сегодняшний момент есть, начиная с 2016 года, говорят нам о том, что, в общем-то, и выживаемость, обусловленная злокачественным образованием, и общая выживаемость в целом тех пациентов, у которых был диагностирован первичный метастатический процесс, при условии удаления первичной опухоли и дальнейшем системном лечении, все-таки значимо лучше, чем у тех пациентов, у которых первичный опухолевый очаг удален не был. Достаточно большое исследование наших японских коллег, в которое было включено 255 пациентов с первичным метастатическим раком слюных желез. Причем, посмотрите, как распределяются эти метастазы. Практически у половины пациентов действительно было поражение легких, но были зарегистрированы и костные метастазы, и отдаленные лимфатические узлы, и печень, и головной мозг. И более чем у половины пациентов метастазы поражали только один орган, а у части пациентов были множественные поражения. И все эти пациенты были разделены, в общем-то, на две не очень равные группы, а в зависимости от того, проводилось ли удаление первичного опухолевого очага. И если посмотреть показатели выживаемости в общей когорте исследуемых пациентов, те пациенты, которым первичный опухолевый очаг при первичном метастатическом процессе был удален, они показывали значимо лучшие показатели как общей выживаемости, так и выживаемости обусловленной злокачественным новообразованием. Конечно, нам очень важно, куда метастазирует опухолевый процесс. Есть ли зависимость от локализации метастазов. И посмотрите, пожалуйста, практически при всех локализациях отдаленных метастазов, даже при локализации в головной мозг, мы имеем выигрыш как по показателям общей выживаемости, так и по показателям выживаемости, связанной с заболеванием. Единственным исключением является метастатическое поражение печени. Это неблагоприятный фактор прогноза течения заболевания. И те пациенты, у которых первично регистрируется метастатическое поражение печени, они не имеют никакого выигрыша от проведения хирургического пособия в области первичного опухолевого очага. И что у нас остается в арсенале, конечно, это системная терапия. Что мы знаем от цитостатической терапии? Разработки начинаются с 1991 года, но, к сожалению, они немногочисленны. И тот арсенал препаратов, который у нас на сегодняшний момент есть, это, в общем-то, достаточно ограниченная группа цитостатиков. Это препараты платины, это препараты токсанового ряда, это циклофосфан, венерильбин. Насколько они эффективны и можно ли их использовать? Все исследования крайне незначительные, но, тем не менее, уже начиная с начала этого века, мы видим какие-то подвижки в положительную сторону, а возможности эффективного использования, особенно комбинации. Вот одно из исследований канадских коллег, это сочетание гемцитабина с препаратами платины. 33 пациента включены. Посмотрите, пожалуйста, к сожалению, крайне неблагоприятный прогноз даже на проведение такого агрессивного химиотерапевтического лечения. Медиана общей выживаемости не превышает 14 месяцев. Частота объективного ответа тоже достаточно невысока. Токсаны. Токсаны мы сейчас широко используем для лечения метастатического рака слюнных желез. И, к сожалению, здесь все будет зависеть напрямую от морфологического подтипа опухоли, потому что, например, протоковые карциномы на препараты токсанового ряда будут, по данным ряда авторов, реагировать лучше, чем, например, аденокарциномы. Мы в обязательном порядке используем разные виды токсанов, доцитоксал, карбоплатин, но, к сожалению, нам это не позволяет достичь какого-то высокого объективного ответа. Есть данные, которые говорят о том, что мы можем в 40% случаев достичь какого-то результата, но, опять же, это будет касаться, как правило, только протоковых аденокарцином, которые имеют большую чувствительность к проведению цитостатического лечения. Если мы говорим о медиане выживаемости без прогрессирования, она, к сожалению, крайне низка и в редких случаях превышает 10 месяцев. Хотя медиана общей выживаемости на проведении цитостатической терапии, в общем-то, позволяет достичь показателей даже 2-х и 3-х летней выживаемости. Старая схема цисплатин, доксорубицин, циклофосфамид тоже на сегодняшний момент широко используется в лечении метастатического рака слюных желез. И даже при проведении непрямого сравнения с схемами, содержащими токсаны, мы видим приблизительно сопоставимые результаты, хотя частота объективного ответа на трехкомпонентную схему циклофосфаном и доксорубицином иногда может быть даже несколько выше. Винерельбин не вошел в нашу клиническую практику широко у этой когорты пациентов, несмотря на то, что, в общем-то, и медианы выживаемости без прогрессирования, и медианы общей выживаемости для этой сложной когорты пациентов достаточно неплохие. Частота объективного ответа на данной комбинации может в ряде случаев достигать 35%, то есть это практически треть тех пациентов, которые могут получать схему лечения. ДОЦИТАКСЕЛ в сочетании с платины, будет ли он эффективен и эффективнее, чем ПАКЛИТАКСЕЛ. Вот исследование, которое было представлено на АСКО 2019 года, опять же, небольшая, небольшая когорта пациентов, но, тем не менее, использование ДОЦИТАКСЕЛа, возможно, будет более эффективно, поскольку и медиана выживаемости без прогрессирования достигается практически 8,5 месяцев, и частота объективного ответа 42%, а у двух пациентов удалось достичь даже полного ответа на такой комбинации. Поэтому, если мы говорим о цитостатиках и о роли в лечении метастатического рака слюных желез, то, конечно, приоритеты стоит расставлять в сторону препаратов платины, препаратов токсанового ряда и не монокомпонентных режимов, которые позволят нам достичь лучшую частоту объективного ответа и косо повлиять на показатели общей выживаемости. Мы широко говорим о рецепторном статусе слюных желез, и это не является исключением для метастатического процесса. Рецепторы андрогенов, они на сегодняшний момент хорошо исследуются, мы имеем все возможности для того, чтобы посмотреть экспрессию рецепторов андрогенов опухолевых слюных желез, и, соответственно, имеем результаты исследований, которые позволяют нам надеяться на то, что сочетание либо моноандрогенной облокады, либо комбинированные схемы позволят нам достичь достаточно хороших результатов у этой когорты пациентов. Хотя медианы выживаемости, как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости, конечно, будут лучше только у тех пациентов, которые первично на данную терапию ответили. Вероятно, не только экспрессия андрогенов будет влиять на возможность проведения эффективной терапии. По данным некоторых авторов, клиническая польза от применения антиандрогенных терапии в лечении метастатического рака слюных желез в некоторых случаях достигает 87%, но здесь все очень сильно будет зависеть от линии терапии. В первой линии мы используем антиандрогенную терапию, или мы будем говорить о второй и последующих линии, где эффективность терапии, конечно, уже будет снижаться. Начиная с 2018 года на АСКО мы видим результаты исследований, которые пытаются внедрить андрогенную терапию в лечении распространенных опухоли слюных желез, и, в общем-то, говорят о достаточно неплохих результатах, особенно по частоте объективного ответа. Если посмотреть, например, это японское исследование, то мы видим и медианы выживаемости без прогрессирования практически 9 месяцев, и медианы общей выживаемости практически 30,5 месяцев у тех пациентов, которые получали комбинированную андрогенную блокаду. Безусловно, это говорит о необходимости индивидуализации терапии и проведении дополнительных исследований. Мы, наверное, получим в скором времени результаты исследований RTC 1206, в котором использовалась андрогенная блокада как в первой линии, так и во второй, сначала в группе сравнения, а потом с возможностью перекреста. Но пока мы таких данных не имеем, но надеемся. Чем нам еще может помочь ЭГХ? Безусловно, мы должны посмотреть, есть ли еще какие-либо потенциальные мишени. И об этих мишенях мы сегодня уже широко говорим. Одна из этих мишеней – это рецептор эпидермального фактора второго типа, который в 8% случаев всех злокачественных новообразований слюных желез экспрессируется, а в протоковых аденокарциномах экспрессируется еще чаще, что позволяет нам, собственно, говорить об этом. Мы проводили собственное исследование на результатах, которые были у наших пациентов. Наше исследование было включено 56 человек. И экспрессия HER2-неорецепторов в опухолевых клетках была выявлена практически в 19,5% случаев. И сегодня прекрасный факт, что в клинических рекомендациях мы имеем, кстати, и возможность использования андрогенной блокады у пациентов с андрогенными рецепторами, и возможности использования тростузумаба у тех пациентов, у которых выявлена положительная экспрессия HER2-неорецепторов. И исследования, которые на сегодняшний момент представлены, также подтверждают возможность использования ингибиторов HER2-неорецепторов для эффективного лечения метастатического ракосленных желез. В сочетании с доцитокселом, например, который позволяет достичь частоты объективного ответа 70% и выиграть клиническую пользу 84% пациентов, а медиану общей выживаемости повысить практически до 40 месяцев. Используются различные модификации тростузумаба, например, TDM1, который также позволяет повысить частоту объективного ответа в основном, и возможность рассматривать использование двойной блокады, когда мы используем тростузумаб и протузумаб. У нас есть единственное исследование, представленное НАСКО 2020 года, это баскетное исследование, в которое были включены также пациенты с злокачественным новообразованием слюных желез. И здесь, посмотрите, индиана выживаемости без прогрессирования уже практически достигает одного года. А при цитостатическом лечении мы начали говорить о 2-3-4 месяцах выживаемости без прогрессирования. Есть ли место определения в рутинной клинической практике? Конечно, есть, и мы это активно делаем. Можем ли мы определять PDL-рецепторы? Есть ли у нас необходимость определять иммунный статус опухоли? Будет ли у нас когда-нибудь возможность эффективно использовать иммунотерапию? На нашей популяции пациентов мы посмотрели экспрессию легандопрограммируемой клеточной гибели первого типа как в опухолевых клетках, так и в иммунных клетках. В опухолевых клетках мы зарегистрировали, в принципе, положительный уровень экспрессии. У 20% пациентов в иммунных клетках эта инфильтрация была больше, что, собственно, позволяет нам надеяться, что когда-нибудь иммунотерапия, может быть, будет рассмотрена для этой когорты пациентов. У нас есть предпосылки для использования ингбитеров, контрольных точек иммунного ответа у пациентов с метастатическим раком слюнных желез. Это использование монотерапии антипедиадин препаратами как пембролизумабом, так и неволумабом. Это возможность использования комбинации пембролизумаба с лучевой терапией, либо использование двойной иммунной блокады, когда мы используем антипедиадин анти-CTLA-4. И НАСКО 2020 года было представлено исследование второй фазы комбинации неволумаба с эпилемумабом у пациентов с метастатическим раком слюнных желез. Пациенты получали стандартную схему, лечились до прогрессии. И если говорить о тех результатах, которые авторы нам представили в 2021 году, они пока обнадеживающие, наверное, только по частоте объективного ответа, когда частичный ответ или регрессию опухоли они зарегистрировали у третьих пациентов. Немедианная выживаемость и беспрогрессирование у подгрупп морфологических пациентов, к сожалению, пока не говорит нам о том, что будут какие-то прорывы в этом направлении. Но, тем не менее, те пациенты, у которых было зарегистрировано прогрессирование на иммунотерапии, у них опухоль абсолютно не содержала опухоли инфильтрирующих лимфоцитов. И, наверное, конечно, у нас будущее за геномным секвенированием, за исследованием редких мутаций и за возможностью использовать еще более селективную таргетную терапию для этих сложных групп больных. Спасибо за внимание. Продолжение следует...